А и было дело на реке Неве. Концерт приношений Александру Невскому с таким названием состоялся в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский. Сочинения, исключительно посвященные великому благоверному князю, услышали зрители из уст известных ансамблей и хоров, солистов петербургских театров и исполнителей духовной музыки. И цежь его, на гелице Иосифа Прекрасного, Сила же его от силы Самсония И дал ему Бог премудрость Соломона И, видевши его, рекли Прошед разные страны, не видих такова. Поэма петербургской поэтессы Татьяны Егоровой «Воеводы российской земли» открыла этот вечер. В патетической форме здесь представлены все, без исключения события жизни великого благоверного князя Александра Невского. От участия в творческом приношении любимому святому не смог отказаться и директор Духовно-просветительского центра. Я лично, как насельник Александра Невской Лавры, знаю его житие, но первый раз столкнулся с житием, которое положено на поэму. И там все события и Невской битвы, и всевозможные ледовые побоища, и другие его замечательные победные шествия по укреплению Руси, по созиданию Руси. Самое известное сочинение, посвященное Александру Невскому, «Кантата Прокофьева», послужило связующим звеном при формировании репертуара для вечера. Более того, название концерта взято оттуда же. Музыка разных эпох, от древнерусского распева XVI века до современных авторских песен. И все о нем, небесном ходатайе города на Неве. Он не просто стал красивым князем, благополучным, успешным, скажем так, если современным языком говорить, а он стал и молитвенником, и политиком, и, в общем-то, мудрым человеком, и полководцем. Но в первую очередь, конечно, он молитвенник о Руси, и пример для нас, наш нравственный год, и такой, можно сказать, вдохновляющий образ для, наверное, прежде всего, молодых людей. Гимны, песнопения, стихиры, тропари и кондаки, прославляющие жизни, деяния великого святого, исполнили лауреаты международных конкурсов, солисты вокального ансамбля «Невский» и камерного хора «Россика». Петь в лавре – это праздник души, это очень значительное и очень прекрасное событие. Оно и сердце удовлетворяет, и разум, и творческие все наши пожелания. Ранней зарей поднимается, братья, Звон голокольный над лаврой плывет. Гнязь Александр с небесною родину Горит за ведь православный народ Слышите, князь благоверний за него Горит за ведь православный народ Смертце ему отвечает, поет Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...